Сегодня состоялось очередное заседание правительства Магаданской области, в ходе которого были рассмотрены несколько важных тем. Наиболее интересным был вопрос об обеспечении дополнительных прав граждан на получение бесплатной юридической помощи на территории региона. С 2011 года в Магаданской области создали государственное юридическое бюро, которое бесплатно помогает нуждающимся колымчанам. 94% всех жителей региона проживают на тех территориях, где функционирует данное бюро. Отсутствует оно в Амсукчанском, Тимкинском и в Северо-Овенском городских округах. Что касается анализа лучших практик, то как раз Свердловская область также была в числе 10 пилотных проектов. И в 1 июня этого года мы встречались с коллегами и также анализировали те общие задачи, которые перед нами стоят. И основной вывод, что система достаточно стабильно работает, она эффективна, доверие населения к системе тоже достаточно высокое. И можно сказать, что по показателям охвата населения Магаданской области, если мы берем только федеральные категории и не берем наши региональные, то есть это более 14% населения охватывается этой помощью. Однако губернатору Магаданской области Сергею Носову не понравилось, что в Свердловской области жителей в 30 раз больше, чем в нашем регионе, но обращений за юридической помощью одинаковое количество. Наталья Болгова объяснила это тем, что в Свердловской области бюро сосредоточено непосредственно в Екатеринбурге и они не могут помочь всем желающим. Также там работает столько же человек, сколько и в нашем регионе, но из-за того, что у нас жителей в целом меньше, сотрудники бюро успевают ответить всем, в отличие от Свердловской области. А вам не кажется ли, что проблем у наших жителей, проблем во взаимодействии с муниципалитетами, с региональными структурами, с федеральными структурами в 30 раз больше, чем в Свердловской области? Этим и объясняется количество обращений, равное обращениям Свердловской области при численности в 30 раз меньше. Вы не задумывались над этим? Но руководитель департамента административных органов Магаданской области настаивала на своем. По ее словам, в данном случае это просто показатель доступности в нашем регионе. Однако о какой доступности может идти речь, если во многих отдаленных поселках региона до сих пор есть большие проблемы с интернетом? Это господин Кучеренко, он мне первый раз дал отчет о наших МФЦ. Без слез слушать нельзя. Поэтому про счет доступности, я не знаю, что вы вкладываете в это понятие. Можно по-другому эту статистику перевернуть. Это говорит о том, что на одного жителя количество проблем, которых не решить без юриста, в 30 раз больше. Во время прямой линии к мэру областного центра поступило более 30 звонков. И многие вопросы, которые задают горожане, нельзя решить лишь пообщавшись. Для некоторых случаев необходимо совершить выезд на проблемные территории. Поэтому сегодня городоначальник отправился на три адреса, чтобы лично проверить и решить, какие необходимо предпринять дальнейшие действия. Почтение Берзина-17Б действительно с 2018 года там существует проблема. Дверей нет, ящики почтовые не меняются, перила отсутствуют или до ненадлежащего состояния. Вместе с муниципальным жилищным контролем и управляющей компанией определили, что замена окон в подъездах будет произведена в октябре этого года. И на следующий год подъезд будет полностью отремонтирован. Хотя мне очень понравились вышли люди с четвертого этажа, говорят, Юрий Федорович, у нас все хорошо, занимайтесь другими более важными проблемами. Ну, я хочу сказать спасибо за эти слова, но тем не менее, любая проблема, она существует, и ей нужно заниматься, независимо от того, какие есть проблемы более сложные. Кроме этого, на улице Гагарина, 21А, жительница дома пожаловалась на состояние детской площадки. Женщина очень любит свой двор и всегда с радостью приводит его в порядок, но есть вещи, которые она не в силах исправить. Например, вокруг площадки отсутствует часть ограждения, которая создает прямой выход на дорогу. И бывают моменты, когда дети, заигравшись, выбегают через эту дыру. К счастью, пока не было несчастных случаев, однако всегда лучше перестраховаться. Поэтому Юрий Гришан сразу же сообщил, что этой проблемой займутся и ограждения починят. Смотрите, что творится. Лебединое озеро, вон бочки с цементом, никому дела нет. Правильно, потому что здесь никто никогда не делал. Сейчас делают вот тот двор, и мы заезжаем следом сюда, в этот двор. Здесь вот на Якутской 66, где стоит гараж, на самом деле здесь имущество, ну, мы все сносим, это да, но в данном случае надо подойти таким образом, чтобы человек не пострадал, потому что там инвалид в семье. Мы временно приняли решение пристановить и искать участок, где предоставить место для установки этого гаража. Лето – это очень вкусный и спелый сезон. Поспевают очень ценные для северян овощные культуры и фрукты. Поставки в розничную торговлю осуществляются теперь не только с материка, медленно, но и растут и объемы местного сельхозпроизводства. Съемочная группа «Вечернего Магадана» выехала на один из городских рынков и посетила уличную точку розничной торговли овощами и фруктами, чтобы сделать небольшой обзор предлагаемого ассортимента и цен. Да, очень даже довольна, потому что ассортимент очень богатый, очень все есть, но если бы еще цены поменьше были, а так все, тут все можно взять. Цены на овощную продукцию летом снижаются за счет относительно недорогих сезонных поставок, но магаданцы отмечают, что это не сильно заметно. При этом более дорогая продукция из Краснодара, по мнению колымчан, все-таки и более вкусная. Я живу здесь недалеко и постоянно фрукты, овощи, всегда прихожу в этот магазин, покупаю. Вот сейчас купила виноград, персик, зелень и всегда здесь можно выбрать на усмотрение, качество всегда хорошее. Ну, цены, естественно, ну, магаданские цены, естественно, на материке дешевле, здесь подороже, ну, что делать. Но все равно здесь, на этой точке цены дешевле по сравнению с другими, вот по городу, здесь дешевле. И вот даже у меня сотрудники сюда приходят, им здесь очень нравятся продавцы, отношение очень доброе к людям. Магадан постепенно избавляется от старых автобусных остановок, имеющих, как правило, неприглядный вид. Им на смену приходят воздушные, легкие конструкции остановочных павильонов современного дизайна. Но некоторые из них недолго радовали жителей города. Вандалы и расклещики объявлений уродуют новые объекты. Вечерний Магадан обратился за комментарием о том, какая ответственность предусмотрена за порчу городского имущества к специалистам административно-технической инспекции города Магадана. В соответствии с требованием правил благоустройства на остановочных пунктах и остановочных павильонах запрещается размещать объявления, наносить надписи и рисунки. За совершение данных административных правонарушений предусмотрена ответственность в виде штрафов с физических лиц до 5 тысяч рублей, с юридических до 7 тысяч рублей за каждое правонарушение. Ежедневно административно-технической инспекцией города Магадана проводится мониторинг. В случае выявления данных фактов проводится работа по установлению правонарушителя для привлечения к административной ответственности. Просим жителей города Магадана любить свой город, соблюдать чистоту и порядок. За первое полугодие 2021 года сотрудниками административно-технической инспекции подготовлено и направлено на рассмотрение 21 материал по незаконной расклейке объявлений. В Магаданскую область доставлено 1000 доз вакцин «Спутник Лайт». Большая часть передана Магаданской городской поликлинике. Данный препарат однокомпонентный, то есть водить его нужно всего один раз. Эффективность этой вакцины составляет почти 80%, а предыдущих версий более 90%. Использовать «Спутник Лайт» будут как для ревакцинации, так и для пациентов в возрасте от 18 до 45 лет. Прививку не ставят люди младше 18 лет, беременным и кормящим матерям, а также заболевшим с температурой выше 40 градусов. Чтобы узнать, есть ли непереносимость вакцин, следует посмотреть свою детскую медицинскую карту. Если не было отвода от прививок в детстве, то анафилактического шока и отека квинки не должно быть. «Спутник Лайт» снижает риск тяжелого течения коронавирусной инфекции, но полностью не исключает его. Препарат действует примерно 4 месяца, поэтому по истечению данного срока следует сделать анализ на антитела и привиться снова «Спутником Ви». Самостоятельно выбрать марку препарата для вакцинации нельзя. Это будет делать врач, проводящий осмотр пациентов перед иммунизацией. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова